Всех приветствую! С вами канал Азбука Радиосхем. В сегодняшнем видео речь пойдет о разделительных конденсаторах. Но чтобы более была понятна эта тема, я рекомендую пересмотреть предыдущее видео, в котором я рассказывал о том, как подобрать рабочую точку усилителя на транзисторе. Ссылку дам я на это видео ниже, а также оно будет в подсказках. Из этого видео я надеюсь, что всем стало понятно, пока мы не подберем рабочую точку, наш транзисторный каскад в роли усилителя будет работать криво. Точнее он будет искажать сигнал или вообще его не усиливать. И как правильно вы заметили, что резистор в моей схеме стоял довольно низкого номинала, 54 кОм. Да, это связано с тем, что у нас получается влияние на выбор напряжения смещения нашего транзистора оказывал входной сигнал, точнее источник входного сигнала. Так как каждое устройство имеет какое-то сопротивление, то нашу схему можно представить довольно просто из обыкновенного резистивного делителя. Итак, у нас получается верхнее плечо этого делителя резистор, который стоит между базой и источником питания. А в нижней части у нас уже получается два эквивалента резисторов. Первый из них это ПН-переход, база-эмиттер. Это один резистор. И второй это резистор, который состоит из двух последовательных. Это R1, который я включил, чтобы ограничить ток. А также внутреннее сопротивление нашего источника сигнала. У меня это генератор. Если бы это был усилитель на нескольких транзисторах, последовательно стояли каскады, то каждый бы предыдущий каскад оказывал влияние на последующий. Так как бы ток ответвлялся и протекал через переход коллектор-эмиттер предыдущего транзистора. Получается, что ток, который течет в верхней части нашего делителя через один резистор, дальше разветвляется на два потока. Но вроде бы какое нам до этого дела, как наши там токи ветвляться. Но давайте разберем эту проблему. Если у нас нижняя часть делителя состоит из двух параллельных резисторов, а так как при параллельном соединении общее сопротивление падает, а токи слаживаются, получается у нас возрастает ток, который протекает через этот участок цепи. Но это еще не главное. Главное то, что если мы будем использовать каждый раз различные источники входного сигнала, они будут иметь различное сопротивление. И каждый раз влияние на нашу входную точку, точку точнее смещения нашего транзистора, будет оказывать источник сигнала, который мы подключаем. И иногда он будет оказывать настолько большое влияние, что мы будем видеть или очень большие искажения сигнала, или вообще никакого усиления. И сигнал через него проходить не будет. Как же решить эту проблему? Решение довольно простое. Здесь нужно вспомнить конденсатор. Конденсатор довольно простая и дешевая деталь, через которую очень легко протекает переменный ток, а постоянный никак не проходит. Конденсатор для него является препятствием. И вот давайте попробуем взять ту же схему, которую мы испытывали в предыдущем видео, и всего лишь добавить одну деталь. Это будет разделительный конденсатор. Хотя в роли разделительного конденсатора выступает самый обычный конденсатор. Конечно, от его номинала тоже многое зависит. Так как этот конденсатор оказывает реактивное сопротивление переменному сигналу, и зависит это сопротивление от двух параметров, это частота сигнала, а также емкость конденсатора. Формула довольно простая. Но в этом видео мы касаться этого не будем. Это тема отдельного видео. Я думаю, я его сниму и разберем все это более подробно. А сейчас давайте продолжим. Итак, я возьму схему из предыдущего видео. Схема довольно простая, всего лишь на одном транзисторе. Хотя вы должны понимать, что транзисторов может набираться много. И второй каскад, и третий, и так далее. Но чтобы было проще разобраться, мы берем один транзистор. И в эту схему добавляем всего лишь одну деталь. Конденсатор. Конденсатор будет емкостью 1 микрофарад. Мы даже для того, чтобы не изменять схему, оставим тот же R1 резистор, который был в предыдущей схеме. И сразу же я предлагаю запустить проверку. Итак, смотрим на сциллограммы и видим, что наш транзисторный усилитель вообще перестал усиливать. Сигнал на выходе практически упал до нуля. Точнее он превратился в постоянный сигнал определенного уровня. А теперь давайте посмотрим на схему, где подключены наши измерительные приборы. Что произошло с нашим смещением на базе и с нашей рабочей точкой. Смещение на базе, как видите, увеличилось до 0,7 В. А рабочая точка наша съехала. И съехала довольно низко. Практически к минусовому проводу. Напряжение чуть больше нуля. Наш транзистор полностью почти открыт. А теперь почему так произошло? Все очень просто. Мы поставили разделительный конденсатор. Ток теперь не разделяется на две ветви. И текет только через переход базоэмиттер. Что в свою очередь увеличивает падение напряжения на этом переходе. А так как мы помним из графиков, что от этого напряжения очень сильно зависит наша рабочая точка. И она должна быть примерно посередине между нулем и нашим напряжением питания. А так как она у нас близко к нулю, то значит у нас транзистор работать не будет. Так и есть. Он открыт. Нам нужно уменьшить протекающий ток через ПН-переход. Что в свою очередь приведет к уменьшению напряжения смещения на базе транзистора. Я не буду очень точно подбирать это сопротивление. Сначала я возьму сопротивление 100 кОм. И давайте посмотрим, что будет. И как видите, напряжение у нас смещения упало. И так же само поднялось немного напряжение нашей рабочей точки. И вот теперь взял сопротивление 350 кОм. Мы видим, что напряжение смещения у нас 0,67. А напряжение нашей рабочей точки, как примерно должно быть, около 2,5 В. В нашем случае это 2,63. И что в свою очередь отразилось на наш выходной сигнал. Сигнал стал идеальной формы и соответствует нашему входному сигналу. Единственное, что он инвертирован и также усилен. Кто хочет подобрать рабочую точку более идеально, ставьте в цепь базы подстроечный резистор. Выставляйте напряжение на выходе равное половине от напряжения питания. Замеряйте этот резистор и впаивайте постоянный. Надеюсь, что этим видео мы разобрались уже, что такое рабочая точка. А также, что такое разделительный конденсатор. Но, конечно, мы еще не разбирали частотные характеристики, на которые влияет этот конденсатор. Это мы, как я и сказал, разберемся в каком-нибудь из следующих видео. Потому, чтобы не пропускать их, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также, если это видео понравилось, поставьте лайк. Не забудьте ним поделиться. А на этом всем пока.